Братство актёров Мы все очень волновались, когда через шесть недель после начала съёмок мы прибыли в Новую Зеландию и сошли с трапа самолёта. Билли Бойт Пиппин. Перед самым моим отлётом мне сказали, когда доберёшься до Хитро, с тобой полетит некто Орландо Блум. Орландо Блум Леголас. Я оставил семью, друзей и всё, чем занимался. Я чуть не плакал при мысли о том, что пришлось всё бросить. И собаку, и вообще всё. Я увидел этого парня и подумал, похож на эльфа. Тот коротышка подходит и спрашивает, это ты, Орландо Блум? А он говорит, Билли! Я сказал, боже мой, ты хоббит? И мы обнялись. Кстати, это был мой день рождения. Мне как раз исполнилось тридцать. Ну, мы выпили шампанского в самолёте. А в Лос-Анджелесе, из-за разницы во времени, у меня опять день рождения. И мы выпили ещё. Раз нового было двадцать восьмое. Доминик Монаган Мэри. Пит поступил очень мудро. С самого начала съёмок, два месяца, мы были четырьмя хоббитами, и никем больше. И я очень надеялся, что эти четверо уживутся вместе, ведь пятнадцать месяцев пролетят незаметно, если все подружатся и будут вместе. Кроме того, я знал, что фильма будет только на пользу, если хоббиты будут больше связаны друг с другом. Элэй Джи Вудфродо. Я никого не знал, и этот вечный страх, когда попадаешь в новое место. Йен Маккеллен Гэндальф. Я был там на протяжении года. Целый год моей жизни, я был далеко от дома, заводил новых друзей. Шон Бин Борумер. Это довольно нелёгкое предприятие. Всем приходится приспосабливаться, реагировать на происходящее, общаться. Заводится дружба с самыми невероятными людьми. Примерно года полтора, это было похоже на настоящий лагерь бойскаутов, где собрались одни мужчины. Время от времени появлялись Лифф и Кейт Бланшетт. Было удивительно, что такие эффектные женщины могут уделять нам столько внимания, ведь мы обожали их. Лифф Тайлер Арвен. Я помню, что сильно нервничала из-за того, что кругом были одни только парни. Я очень нервничала. Сейчас мне кажется, что тогда они были совсем не такие, как теперь. Они все такие милые. Это было удивительное сближение. Вот мы здесь. Мы все здесь. Или почти все. И мы готовы отправиться в наше путешествие. Мы чувствовали волнение в предвкушении того, что нам предстоит сделать вместе. Что меня поражает в Элайджа, так это то, что он может спать когда угодно и где угодно. Я видел, как он это делает. Когда есть хотя бы 15 минут, он садится вот так и спит. И когда кто-нибудь зовет, Элайджа, да-да, снимаем, понял. И идет работать. Это невероятно. Он и в самом деле страшно устает. Ведь у нас иногда бывают перерывы, а у Элайджа их почти не бывает. Я видел, как он скатился через три лестничных пролета. Вот так. А потом просто встал, отряхнулся и пошел. Это удивительный талант. Он как, не знаю, как Чаплин. Шон Остин Сэм. По сценарию я должен как бы заботиться о нем. Я должен был быть уверен, что с ним все в порядке. Шон вел себя со мной как Сэм. Всегда заботился обо мне, всегда старался быть рядом. Он забыл свои ключи в комнате. А я говорю, я позабочусь об этом. Я договорюсь со слесарем, чтобы достать ключи так, чтобы он мог продолжать отдыхать или беседовать с кем-то. И через 45 минут я приношу ему ключ, и он говорит, «Вау, спасибо, что позаботился об этом». Мне кажется, что наша реальная жизнь должна походить на киношную. Сэм должен заботиться о Фродо, так как это его прямая обязанность. Когда братство образовалось, это стало основным заданием, которое я выбрал для себя. Шон Астин – очень невозмутимый человек. У него гораздо больший жизненный опыт, чем у других хоббитов. У него ведь семья. Он приехал со своей женой Кристиной и очаровательной дочкой Элли, для которой мы все стали дядями. Шон никому не доверяет, когда дело касается безопасности. Он убьет меня за эти слова, но это правда. Он всегда следил за работой других. И будьте уверены, он делал это очень тщательно, потому что не верил, что у них все под контролем. Был такой случай, когда мы на вертолете пролетали над опасным горным ландшафтом. Не просто было взлететь или приземлиться. Элайджа, Билли и я получали удовольствие от полета на вертолете. Мы спросили пилота, может ли он заложить вираж или перевернуться в воздухе. Мы хотели знать, как близко он может пройти под горой. Если машина провалится в воздухе, сможет ли он выровнять ее со всеми этими колесами. И пока они болтали и веселились, я увидел, что все три вертолета одновременно заходят на посадку. Наш первый. Я сказал, ребята, заткнитесь. Они говорят, Шон, все в порядке, они знают, что делают. А я говорю, боже мой. Шон немедленно начал доставать пилота вопросами. Вы видите, что там еще два вертолета у вас сзади? Все идет как надо? Он задавал все эти вопросы, связанные с безопасностью. Хотя я был уверен, что пилот все держал под контролем. Однажды мы, Элайджа, Билли, Шон и я примерно полчаса ждали, когда за нами прилетит вертолет. Мы играли в камешки под деревом, носились и веселились. А Шон в стоярдах от нас давал пилоту указания по посадке. Смотри, у тебя двое сзади. Вниз. Теперь прямо. Я махал пилотам руками и показывал, где остальные. А хоббиты смеялись надо мной, когда я во все вмешивался. Билли Бойт действительно уникален. Я просто счастлив, что познакомился с ним. Дом идет. Шучу. Нет, дом великолепен. Я общался с домом больше всех, потому что у нас было очень много совместной работы. С этим покончено. Однажды я был на волосок от смерти. В самом деле это было очень опасно. Мы снимали сцену, где хоббиты бегут к мосту Брэндивайн и запрыгивают на паром. Мы репетировали и бежали так быстро, как только могли, по деревянному мостику, а потом прыгали на паром. И вот в одном из дублей, когда мы бежали к парому, Дом засадил себе занозу в ногу. Удивительно крепкая заноза. Наверняка титановая. Можно было подумать, что ему оторвало ногу. Он весь покрылся испариной. Каждый раз, когда я наступал на ногу, было мучительно больно. Я думал, что он потеряет сознание. Все думали, что это что-то серьезное. Я сказал Элайджи, Шону и Билли, «Вот увидите, когда вытащат эту занозу, это будет чудовищная штука». И я вставлю ее в рамку. И вот вытаскивают вот такую занозу. Я подумал, неужели всякую тюрьму из-за этой маленькой штучки? Я сохранил занозу. После того случая, если Дом что-нибудь делал и при этом потел, я спрашивал, «Опять заноза? Ты в порядке?» А он мне... Кастинг вызывал у нас и коту, потому что Арагорна должен был играть другой актер. Мы пришли к выводу, что он у нас слишком молодой. И это добавило нам головной боли, потому что съемки уже велись. Мы не могли их прерывать, и у нас оставалось мало дней, пока мы могли снимать без Арагорна. Вига Мортенсен Арагорн. Мне позвонили домой и спросили, «Не хочешь ли завтра утром слетать в Новую Зеландию?» Я спросил, «Зачем?» А они говорят, «Властелин колец». Я знал, что это очень важная встреча. Мы раньше с ним не виделись, он никогда не был в Новой Зеландии, и не читал «Властелин колец». Я спросил, «Можно мне подумать?» Он сказал, «Не очень долго. У тебя есть время... до полудня». Потом мы долго уговаривали его, поскольку считали, что он идеально подходит для этой роли. Он был крайне нужен нам для фильма. Здесь мы действительно угадали. Я повесил трубку, а рядом стоял мой сын. Вы говорили о «Властелине колец»? Я сказал, «Да, они снимают фильм по книге». Он читал книгу, а я нет. Я знаю, кого мы должны благодарить за то, что Вига согласился. Это его сын Генри. Он убедил его. Генри тогда был 11-12 лет, и он был большим фаном «Властелина колец». И он был вне себя при мысли, что его отец будет играть Арагорна. Было приятно получить его благословение. Рядом с Вига все кажется удивительным. Он напоминает мне звезду старого кино. Очень воспитанный, учтивый и очень сконцентрированный на своей работе. Одним словом, я бы сказал про него так. Вдохновляющий. Джон Рис Дэвис Гимли. Быть настоящим лидером братства актеров, ему удается без труда. Он всегда делал что-нибудь вроде того, чтобы схватить в охапку Кирона и сделать вид, будто хочет забросить его за гору. У него такой бешеный взгляд, как будто он слегка не в себе. Слегка того. Он мог сделать мне подножку, как в ригби, по разным поводам, прямо так. Я удивляюсь, что он со мной так. Спрашиваю, «Ты чего делаешь?» А он смеется. Экстраординарный парень. Мне кажется, он уверен в том, что делает. А если не уверен, то не делает. Он настоящий мастер своего дела в самых разных областях. Фотография, живопись, стихи. Он живет сегодняшним днем. Он просто живет. Виго потрясающий фотограф. Он сделал много снимков. Когда делаешь грим, перед тобой висит зеркало. И с самого первого дня Виго развешивает там фото. Сначала только по краям зеркала, а к концу съемок зеркала уже вообще не видно. Снимков становится много. Они начинают накладываться друг на друга. Получается несколько слоев. Они стекали с потолка по нашим зеркалам. Он подумал купить автобус, чтобы забрать их с собой, потому что это была настоящая золотая коллекция воспоминаний. Он не просто играет роль. Он сам становится этим персонажем. Он сливается со своим героем. Виго рассматривал свой меч как ключ к своему персонажу. В итоге он никогда не расставался с ним. Он даже ходил с ним в какой-то ресторан, и там ужинал в конце дня. Прислонял меч к столу и ел. Он не садился за руль, если на заднем сидении не лежал меч. Однажды я пошел домой после воскресной репетиции. Я вышел из спортзала, наполовину в обычной одежде, наполовину в костюме Арагорна, размахивая мечом, пытаясь сохранить мысленный образ того, что только что было сыграно. Я шел к улице, где припарковал свою машину воскресным днем, размахивая мечом. И был, похоже, должно быть, на Распутина в гневе. Приехала полиция, составили рапорт. Интересная смесь, которую добавил Джон, то, что он небольшой любитель отрабатывать боевые сцены. Его метод был в том, что он говорил каскадерам, «Ну, сколько вас на меня?» Они говорят, «Шесть». Тогда он спрашивает, «Кто первый?» Один из ребят говорит, «Я первый». И он говорит, «Отлично, ты подходишь, я бью тебя топором. Потом ты, я ударю тебя». И так далее. И он врубал всех этих парней. А все парни здоровые, сильные, все в броне. И они говорят, «Хорошо, Джон, бей мимо. Ну, если случайно попадешь, то не страшно». И он лупил их всех. Кто-нибудь подходил к нему, а он их «Бам! Бам!» И боевые сцены, которые сделал Джон, гениальны, потому что они настоящие. Каскадеры были совершенно запуганные. Они от него просто бежали. Кадры при этом получались невероятные. У Джона был очень свирепый вид. Но это потому, что он носил специальную маску, ограничивающую поле зрения. Еще ему делали накладную кожу, из-за которой глаза становились выпученными. Кроме того, у него была аллергия на силикон, и он совсем не мог смотреть по сторонам. Иногда хотелось содрать чертову маску и разорвать на куски. А у меня еще развелась местная экзема, то есть каждый раз, когда в нее приклеивали верхнее и нижнее века, я терял кожу на этих местах. Она отшелушивалась. За короткое время эти места отекали и становились розовые, как лобстеры. Потом это все просто покрывалось лимфой. Все зудело и болело, и было очень неудобно. Джон Рис Дэвис повел нас в ресторан в самом начале нашего знакомства. Мы сели за громадный длинный стол, и он сказал, «Думаю, заказывать сегодня буду я». Мы сказали, «Ладно, Джон». Пока мы беседовали, подошла официантка, и Джон заказал столько еды, наверное, человек на 35-40. Нас было 12, и он сказал, «Нам нужно 9 лобстеров, 15 креветок и 12 красных люцианов, 15 филе миньон и немного жареных грибов. Я возьму 12 луковиц и дикого кабана». Столько всякого разного. Фазана и шатландскую куропатку. А у вас есть серая куропатка, давайте ее сюда. И самое замечательное в Джонни это то, что он работал со многими известными людьми в стольких проектах. Достаточно сделать небольшой намек, что вы хотите послушать о каком-нибудь из его проектов, и он готов. Одним из видов тренировки, которыми актеры могли заниматься в Новой Зеландии, была гребля на лодках. Большинство тренировок было направлено на то, чтобы утопить всех остальных. Мне очень горько об этом говорить, потому что в случае с лодками, когда в лодке сидят эльф и гном, и лодка переворачивается, все упреки непременно адресуются гному. Он огромный, он в три раза больше меня и намного тяжелее. Стоит ему чуточку сместить центры своей тяжести, и нам конец. Однако, бывали случаи злорадства со стороны гнома, когда он слышал о других перевернутых лодках, связанных с эльфом. Не верю, что Джон мог обвинить меня. Он так и сказал? Ему нельзя верить. Я не слишком хорошо управляюсь каноэ. Я не знаю точно, когда опустить весло, чтобы повернуть налево. Я все время отставал, или меня тащили на буксире. Другое дело Орландо. Он практиковался намного больше меня и всегда был элегантен. Но всегда, когда я мог стукнуть веслом по его лодке, его каноэ, я делал это. Из-за этого он начинал плыть не в ту сторону. Нам командуют, мотор! А он говорит, не могу! Это все Бин, он сбил мою лодку с курса. Я люблю Орли. Я бы дразнила его просто так. Я не могла ездить на машине, потому что там левостороннее движение. А у меня немного дислексия, и я просто боялась. Орландо жил недалеко от меня, и я могла попросить его отвезти меня куда-нибудь. Мы могли проводить много времени вместе. И мне казалось, что за ним нужно немного присматривать. Это ведь и его первый фильм. Бывает, что человек теряет голову, когда он только что учился в киношколе, и вдруг становится звездой такой масштабной картины. Поэтому я всегда следила за тем, что он делает. Не то, как он играет, или что-то еще, а его обычную жизнь. Орландо не был большим эгоистом, чем любой из нас, но он еще не научился скрывать это, потому что ему еще не хватает опыта. Когда ему что-то нужно, он приходит и просто говорит, умный парень, отошел бы в уголок, шепотом незаметно, добился бы того же результата. Иногда старому льву приходилось нападать малышу, но не в заправду, только в шутку, потому что он такой открытый, и его энтузиазм доступен всем нам. Он живой парень, славный, с добрым сердцем, но мы очень разные. Я с севера, а он с юга. Я называю его южный слабак, а он зовет меня северным ублюдком. Шон Бин, это настоящий собрат по оружию, человек-легенда. Как актер-актер, и как человек-человека, я его очень ценил. Мы делали сцену, где я умираю. Вига склоняется, и говорит со мной. Мы сделали все кадры с моими планами перед ланчем. И вот нам говорят, ланч, продолжим сцену смерти после ланча. Потом мы вернулись с ланча, и делаем кадры уже с планами Вига. Это выглядит довольно странно. Ты только что прервался, поел картошки, попил, а потом возвращаешься к сцене своей смерти, и снова умираешь. Когда прибыл Ян Маккеллен, я показал ему несколько видеоинтервью с Толкиеном. У него тоже было несколько аудиокассет. И Ян создавал свой образ Гэндальфа с самого Толкиена. Он подражал Толкиену. Я смотрел на себя в зеркало, как на Гэндальфа. Работал над осанкой, делал голос ниже, чуть более скрипучим. Старался говорить более четко, чем я обычно говорю. И действительно, в некоторой степени Толкиен присутствует в фильме посредством исполнения Иэна Маккелленом роли Гэндальфа. Иэн жил с нами в одном трейлере. Можете представить себе четырех хоббитов Иэна Маккеллена в одном трейлере. Я был от них как бы отгорожен. Не знаю почему, но скорее всего потому, что Гэндальф не мог бы просто так болтать с меньшим народом. У трейлера было два входа с разных сторон. Когда Иэн был на месте, мы из уважения входили через другую дверь. Но я был рад этому, хотя условному разделению, потому что Элайджа Вуд в особенности и Доминик Монаган слушали громкую музыку по утрам. И не всегда это была музыка в моем вкусе. Это создавало некоторые трудности. Вы бы слышали, как он вопит на другом конце трейлера. Так он выражал свой протест. Нельзя точно сказать, что он говорит, но ясно, что он недоволен. Но у нас в отношениях не было никакой напряженности из-за этого. Кристофер Ли Саруман. Он забавный, отличное чувство юмора и очень хороший человек. Это, конечно, ужасная фраза говорить про кого-то хороший, но когда я говорю хороший, я имею в виду, что он порядочный человек. Он превосходный актер. Он оказывал громадную поддержку, когда это требовалось. Ободряющий, надежный товарищ. Можно так сказать. Иэн Холм, Бирбо Бэггинс. Это был первый случай, когда мне довелось играть с Йеном Аккелленом. Я знал его, но вместе мы еще не работали. Все думают, что ты знаешь всех в Британии, но мы ни разу не работали вместе. Так что это было для меня огромным счастьем, потому что он очень великодушный актер. Он работает в стиле, который мне нравится. Он мыслит системно. Другими словами, он не боится советовать мне и наоборот, принимать мои советы. Поэтому мы можем объединить усилия и отрабатывать сцену вместе. Иэн – отличный актер. У него особый подход или техника съемки в кино, которой я до сих пор не владел. Каждый раз, когда он произносил текст, это уже был немного другой, Бильбо, с которым я должен работать и реагировать соответственно. Подход Иэна – это намеренно играть каждый дубль по-разному. Получалось то, что он сам называл калейдоскопом Вильбо, через который Питер Джексон смотрит и, встряхивая, получает нужную ему форму. Самое главное в Кристофере Ли – это то, что он большой фанат Толкиена. Возможно, самый большой фан, которого я встречал. Он перечитывает «Властелин колец» каждый год и тратит на это 10 дней. Однажды он встречался с профессором Толкиеном. Мне не пришлось объяснять ему, кто такой Саруман. Он в совершенстве знал своего персонажа. Он сказал одну приятную для меня вещь, что сыграть в фильме по «Властелину колец» было его заветным желанием. Он очень давно ждал момента, когда книгу начнут экранизировать и мечтал, что примет в этом участие. Думаю, я всегда несколько недооценивал Кристофера Ли из-за его фильмов. И он был первым, кто сказал, что не все они были высшего качества. Разумеется, я не смотрел их все. Их ведь больше 200, так ведь? Но на меня всегда производило впечатление его физическая сила и сила его голоса. Я считаю, что выбор именно этого актера был очень хорош. Встреча с Кристофером Ли и то, как он работает над образом, стало для меня замечательным опытом. Я ходил... Правда, у меня было мало времени, но все равно я старался сходить и посмотреть, как он работает. Он входил в образ и оставался Саруманом от начала до конца. И ты веришь всему, что осталось на 400 метрах пленки. Он знает столько всего об этих историях, об этой книге, придает всему большое значение, как будто он послан с миссией, как дух Толкина на съемочной площадке. Любимая фраза «Одно кольцо, чтоб править всеми». По-моему, Лив Тайлер сказала, это самая сверхъестественная съемочная группа на свете, потому что тут разгуливают монстры, волшебники, очень маленькие люди и очень большие. И вначале это действительно выглядит сверхъестественно, но потом становится нормальным. Это твое рабочее место. Я всегда сочувствовал Лив, потому что ее роль такова, что она не всегда необходима. Она приезжала в Новую Зеландию наездами. Из-за этого она оставалась как бы в стороне от нашего товарищества и опыта, который мы приобретали, будучи в братстве. Ведь мы были в нем на протяжении всего времени. Она стала нашей принцессой. Мы берегли ее. Это ведь мужской фильм. И она пришла, чтобы привнести в него элемент женственности. Было здорово находиться рядом с ней. Когда приходили Кейт Бланшетт или Лив Тайлер, на съемочной площадке появлялось другое качество и энергия. Все начинали вести себя по-другому, играть по-другому. Удивительно было работать с Кейт. Когда я готовился к той сцене, я вспомнил, как я встретил Джули Кристи, вероятно, самую прекрасную женщину из всех, что я видел. Это было потрясение. И я хотел попытаться повторить это чувство в сцене с Гимли и волшебницей. И это оказалось нетрудно сделать с Кейт, потому что у Кейт особенная сверкающая красота. Я с нетерпением ждал, чтобы начать работать с ней, потому что кроме Лот Лориэна у меня не было сцен с ней, а это была сцена, где мы должны были говорить по-эльфийски. И все прошло без проблем, потому что она была так увлечена и так бегло говорила на этом языке, что это всякий раз приводило меня в восторг. Такие актеры, как Кейт Бланшетт, Лифф Тайлер и Хьюго Уивинг умеют создать образ не человека, неземной, утонченной, красивой. Хьюго, как актер, во многом похож на меня. Нам приходилось работать в непривычной для нас обстановке, что было приятно. После съемок мы разговаривали как два театральных актера о том, что и как нужно было сыграть. Мы с ним очень близких убеждений, мы с ним почти одинаково, у него удивительное чувство юмора, вокруг Хьюго всегда царит веселье. Хьюго с величайшей легкостью принял роль Эдеронда. Я приложил много усилий, чтобы создать образ моего героя, а он просто пришел и сделал это. Он обладает властностью Эдеронда. Чужестранцы из дальних краев, старые друзья, вас позвали сюда, чтобы ответить на угрозу Мордора. У нас были маленькие дублеры, лилипутые, которые изображали хоббитов на дальних планах. У Кирана день рождения, когда это было? Во вторник? Он родился во вторник. Посмотрите на это лицо. Долгие годы жизненного опыта отпечатались на этом челе. Скоро вы увидите, как он надевает все наши личины. Киран это властелин мини-дубляжа. Сержант. Главарь. Глава порядка. Он установил жесткий режим. Я вижу, они воодушевляют тебя. Что ты об этом думаешь? Если так будет, я буду счастлив сделать это. моим дублером была девушка из Таиланда по имени Фон. Она была очень красива. Мы отлично поладили. Она сказала, что хочет быть дублершей, потому что ей это безумно нравится. Кроме лошадей, она не любит сидеть верхом. Это лучший дубль, согласны? Да, лучший. Однозначно. Этому парнишке было 12 лет. Мне кажется, Мартина выбрали из-за его резких нервных движений, характерных для Мэри в начале фильма. Он очень быстро освоился и привнес в фильм много чего в плане движения. Мы чувствовали тесную связь с этими людьми, ведь они были уменьшенной копией нас самих. Дублером Гимли был парень по имени Бретт. Он работал не только на дальних планах, но и выполнял разные трюки Гимли. Мой рост метр сорок шесть, и у меня черный пояс по боевым искусствам. У него и так было что-то с коленями, но он все равно себя не щадил, все равно продолжал работать. Если ты уставал, то достаточно было взглянуть на то, что он вытворяет. Он обладал способностью вдохновлять. Мини-дублер Шона Остина индийский актер по имени Би Кей. Он разговаривал с сильным индийским акцентом. Что-то вроде «Привет, как поживаете? Рад вас видеть!» Он любит красное вино и шахматы. Любишь красное вино? У меня есть красное. Да, мужик! Фантастика! И он отличный шахматист. Он надевал костюм Сэма и маску моего лица. Я играл со своей миниатюрной копией, которая лучше меня в шахматах. Они с Шоном часто играли, и каждый раз он задавал Шону жару. Шон считал себя неплохим игроком, но постоянно проигрывал. «Я взял офицера! Он захочет взять моего короля, а я возьму его короля!» И он начинал бегать и смеяться. Он и Виго были забавной командой. Было весело смотреть, как они ладили друг с другом. Было интересно наблюдать, как Би-Кей командовал Виго. «В машину! В машину!» Виго говорил «Простите!» и лез в машину. Они выглядели как наседка с цыпленком. «Замечательно!» Однажды мы ходили на рыбалку. Он поймал рыбу, прибежал и сказал «Тут огромное количество лосося! Он пасется вблизи берегов! Только успевай вытаскивать!» Вечером мы вернулись и Виго сказал, что сегодня он будет готовить рыбу. Я заглянул на кухню, там стоял Би-Кей и орал на Виго «Открывай печь! Свари рис! Готовь дуршлаг! Принеси нож! Принеси вилку!» Виго бегал туда-сюда «Да-да, хорошо!» У него явно были проблемы. Мы сели, навели порядок и приготовили рыбу. И хвалили, причем совершенно справедливо, его отличнейшие карри. А он говорил «Я знаю, знаю, это бесподобно». Я спросил его «Что он думает о рыбе?» Он подумал «Нормально». Потом я спросил «Тебе что, не нравится?» Он сказал «Я бы сделал по-другому». Я спросил «И как бы ты ее приготовил?» «Я бы сделал рыбу с карри». Я сказал «Ну конечно». Мы жили почти все время, не то чтобы вместе, но в одном городе. 15-16 месяцев провели вместе. Ездили вместе, работали вместе, рано утром или поздно ночью. Вместе мерзли, когда было холодно. Мы все делали вместе, общими усилиями. И таким образом братство стало реальностью. И это полностью изменило мой жизненный путь и меня как личность. Один этот факт явился самым главным опытом моей жизни. Ты можешь увидеть, услышать, почувствовать энергию по меньшей мере тысячи людей, более 800 уж точно, в течение 15 месяцев. В обычной жизни вряд ли можно почувствовать такую атмосферу. Все иногда срываются, у всех бывают плохие дни и полоса неудач, но друзья всегда могут поддержать. Без слов, просто будут рядом. Друзья на всю жизнь. Думаю, я всегда буду помнить всех членов братства. Эта дружба, которая занимает такое важное место в книге, стала реальностью. Она стала реальностью из-за того, через что нам пришлось пройти.